Только что появилось обращение председателя Верховной Рады, исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. Он призывает жителей южных и восточных регионов Украины не реагировать на провокации. Турчинов также заявил, что решение парламента об отмене так называемого языкового закона он подписывать не будет. Дорогие родители, Украина, несмотря на очень сложную ситуацию, продолжает движение в направлении стабилизации. В первую очередь, это связано с объединением выполнениями власти. Наприколе прошлого неделя мы в парламенте сформировали новый украинский уряд, призначили премьер-министра. И вчера и сегодня я за падением Кабинета Министров подписал указы о призначении глав областных администраций. То есть сейчас мы начали второй этап восстановления выполнения власти, формирования в регионах. Особенно я враховываю особенности северных и певденных регионов. Там мы призначаем людей не за партийной ознакомой, а людей, которые известны в регионе, которые там имеют вплыв и авторитет. Я верю, что самая профессиональная власть, новая власть, получает доверие украинского народа. И наше завдание – построить Украину, где люди должны перестать не просто бояться власть, а даже чувствовать ее присутствие. И влада должна рассказать о себе только тогда, когда она нужна, когда нужно защищать людей, когда нужно защищать их работу, их социальные потребы. Очень напряженная ситуация в автономной республике Крым. На привык и жаль, несмотря на позицию всей святовой общественности, всех цивилизованных стран свят, в Крыму продолжается нарушаться військовая присутность Збройных сил Российской Федерации. Они перейдут к блокированию военных частей Украинской армии внутренних войск. Я сегодня имел по телефону с командиром наших военных частей. Я говорил с полковником Староженко, который командует 36-го бригада Береговой обороны. с предполковником командиром 1-го батальона морской пехоты Деля Тимским, с предполковником Саенко, который командует 50-м окремо механизованным батальоном. Вы знаете, даже в этих очень сложных условиях, когда военные части находятся в оточении российских войск, которые постоянно пытаются создавать ситуацию, чтобы была использована оружие. У наших офицеров, сержантов, солдатов остается высокий боевый дух, остается вера в свою страну, остается уверенность, что даже в этих сложных условиях победа будет за правдой, за Украину. Я очень дякую всем командирам, кто сейчас в таких сложных условиях противостоит провокации, противостоит блокаде, противостоит пропаганде, которая разгорнута в Крыму, где рассказывают брехню про украинскую владу, про те реалии, в которых сегодня находится Украина, где пробуют распаривать междунациональные оружия, пробуют противставлять один регион другому. И наши военнослужащие, как военнослужащие, так и внутренних военнослужащие, наши офицеры, сержанты, солдаты, можно выполнить свой обязан, оставшись верными стране и украинскому народу, которому они давали присягу. Мы поддерживаем их, мы все вместе с ними. Очень опасная ситуация сложилась вокруг Украинского военнослужащего флота. Российские военнослужащие заблокировали в Севастопольских бухтах наши военнослужащие корабли. Они заблокировали выход из этих бухт. И сейчас, против этого дня, постоянно идут погрозы, что в случае, когда военнослужащие моряки не сдадут корабли, не складывают оружие, они будут по-пиратски захопливать наши военнослужащие корабли. Я спілкувался с капитаном корвета Тернополь, капитаном третьего ранга Емельяненко, старшим помечником его, капитаном лейтенантом Кирилловым. Вы знаете, что они мне сказали? Что когда Майдан без оружия смог обороняться против озброенных злочинцев, уже мы не будем брать из них пример и сдамо свой корабль пиратам, которые нам постоянно погрожают? Командиры и матросы готовы защищать свои корабли. Потому что они защищают Украину. Потому что агрессия, которая сегодня несет на нашу страну, должна быть остановлена. Я свою чрезвычайную повагу ставлю до их мощности. Безумовно, весь украинский народ, весь цивилизованный свят, сейчас вместе с всеми мощными людьми. Мы ожидаем от правильных стран света не только моральные поддержки. Мы ожидаем реальной помощи. И я уверен, что она будет. Я обратюсь к руководству Российской Федерации. Ситуация достаточно сложная и в Схидных и Певденных регионах. Сепаратистские настроения, которые пытаются навязывать агентуру, которая работает уже несколько месяцев в этих регионах. Система дезинформации, которая очень сильно поставлена, и, в частности, трансляциям российского телебачения в этих регионах. И, действительно, в Харьковской, Донецкой, Луганской области, Одесской области были даже попытки защищения адміністрации. Но новая власть смогла остановить этот негативный процесс и полностью восстановить контроль над ситуацией. Я обратюсь к гражданам, которые живут именно в этих регионах. Схид, Певдень, Украина. Дорогие друзья, открыть свои души и сердца. Вы, украинцы. Среди провокаций, которые вас поддерживают, много граждан другого государства. Много людей, которые за свою брехню получают достаточно высокую зарплату. Вы, граждане Украины. У нас одна страна. И мы должны вместе сделать ее мощной, великой, демократичной, европейской. Мы должны вместе жить в нашем общей доме. И все сделать для того, чтобы наши дети пишут, что они украинцы. Чтобы не было никаких провокаций, я сегодня проводил Раду керевников депутатских фракций и групп. И четко проинформировал их. И сейчас информую всю Украину, что, несмотря на то, что закон промовы был не сбалансованный, непрофессионально подготовленный, я не буду подписывать решение парламенту про скасование этого закону, пока рабочая группа, которая завтра будет проголосована парламентом, не будет подготовлен и Верховной Радой проголосованный новый закон, который даст возможность для развития всех мов, прямой и безумовно того, что украинская мова является общественно-державной. Но никаких ограничений за мовными, национальными знаками, за тем, кто ходит в какой церкви, кто належит в какой конфессии, в Украине не будет, и демократичная влада это чётко всем гарантует. Поэтому, шановные друзья, дорогие мои священники, давайте разом захистим нашу Украину от внешней агрессии, от внутренних проблем. Давайте разом будувати велику Украину. Нехай вас береже Господь.